Ну что, Италий, рассказывайте, что значит для вас сильно значимое тужое мнение. Когда-то я что-то хочу сделать, особенно что-то новое, чего раньше не делал. Как-то мне кажется, что люди меня осудят, и как-то я вот придумываю, что они плохо обо мне подумают, и мне как-то это мешает. Накручиваю себе там, и в итоге очень-очень сложно действовать после этого. Так, да, что вы чувствуете в теле, вот что бывает у вас при этом? То есть, вот вы послушали, вам потом сложно действовать, или вот вы когда слушаете чужое мнение, у вас что-то возникает, какие-то ощущения, или уже когда начинаете потом действовать, возникают ощущения какие-то негативные? Нет, когда я слушаю чужое мнение, когда мне говорят мнение о том, что я сделал, мне как-то все равно, а вот внутренне... Я думаю, что меня осудят то, что я делаю неправильно. Как-то меня осудят. А что потом происходит, у меня... Ну, не имеет особого значения. Ну, то есть, неважно, делаете вы это или не делаете, вы испытываете негативные ощущения, когда думаете о том, что вас осудят, да? Так? Я вас понял. Да, да. Так, так. А сам. Ну, хорошо. У вас при этом что возникает, вот как это чувство можно назвать, страх того, что вы что-то не так сделаете, или осуждение самого себя, или еще кого-то, вот как это называется, как это назвать можете вы? Вот вы как это назовете? Наверное, страх. Страх того, что вы сделаете и не так, да? Правильно я понял? Да. Правильно. Ну, это только в новых делах каких-то проявляется, да? Да, но... Обычно сильно мешает даже начать действие. Хорошо. Далее, закрывайте глаза. Давайте на «ты», да? У нас тут такая фишка прошла, что... Объясню сразу всем участникам, то, что происходит у вас, у тебя, когда тебе говорят какое-то мнение, или там осуждают, да? Надо вспомнить какую-то ситуацию, такую наиболее яркую, на бою, характерную. Есть такая ситуация? Ну, либо как будто последнюю, либо наиболее яркую. И там, где впечатления самые сильные были. Задумал какое-то дело, а тебе... Да, ну, это какая-то ерунда. Часто такое бывает. А ты вроде как и сделать, блин, а мне там сказали такое, да? А вроде как не сделать, а вдруг получилось что-то хорошее, да? Боюсь ошибиться, и, наверное, боюсь и мнение, то, что меня осудят за то, что я ошибаюсь. А, вот так вот. Вот это вот все больше. Да, то, что говорят, как-то осуждают, то меня это не очень заботит. Угу. То есть заботит то, что будет потом, да? Ну, на стадии начала. Вдруг я что-то неправильно делаю, и меня за это осудит. Наверное, так. Угу. Ну, хорошо. Закрывайте глаза. Постарайтесь расслабиться, оттянуться. Сесть удобно. Чтобы ничего не мешало, было все комфортно. Почувствуйте, как волна расслабления проходит по телу. Прямо от самой макушки расслабляются мышцы лица, мышцы лица, шеи, мышцы плеч. Расслабляется грудь. Дыхание становится легким. Свободным. И вы чувствуете, как сегодняшний день вся суета стекает с рук, с ног и испаряется. И вот вы вспоминайте ситуацию. Входите в нее. Когда вы почувствовали страх того, что сделаю что-то не так и меня при этом осудит. Какие ощущения возникают у тебя в теле? Какое-то напряжение. Где это напряжение? Какое-то. Внутри как-то напрягается. Внутри как-то напрягается. Где это находится в теле? В груди что-то сдавливает. Начинается это с плечей. Давит. Глупо. 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 Какого это цвета? Как она выглядит? Там серая. А-е. Серая. Щеки. Глупо. Какой форм nr? Какого размера. Так, она во всю часть грудной клетки Так, из чего эта штука состоит, какой консистенции, из какого материала она сделана Наверно, она как-то как желе, она меня трясет еще Как желе, да? Нет, как желе Как с силиконом Трясется, да? Ну, изымайте ее из себя мысленно и разместите перед собой, чтобы можно было ее разглядеть Как она выглядит снаружи Как-то не могу ее разглядеть Ну, почувствуйте, что это такое Вы ее из себя достали? Как-то не достается она Ага, не достается Ну, давай скажем ей А я не буду за тебя цепляться Я не буду тебя удерживать Я выбираю проявлять тебе только самые добрые чувства Что там произойдет? Что там произойдет? Очень хорошо Ну, скажи, я Я Восхищаюсь тобой, как ты умеешь хорошо держаться Я при этом не буду за тебя цепляться Не буду тебя сжимать Ну, скажи, я выбираю Достать тебя и посмотреть на тебя И сделаю И сделаю И сделаю Как-то оно как-то ушло Как-то оно ушло, что ли Как-то не сдавливает Ну, напряжение есть, но оно как-то не сдавливает А вот это напряжение, как оно выглядит Круглое такое Твердое Вот здесь Угу И какого размера? Угу Так, понятно А это Круглое твердое Как мяч Как мяч Оно Из чего состоит? Угу Чтобы как подная резина Угу Тёмного Почти чёрного цвета Тёмно-серого Тёмно-серого Дышать мешает Знаю Отлично Достаем её себе Извлекаем наружу Продолжение следует... 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 Если я его пытаюсь приблизить, как-то сам отдаляйся. Ну, ты ему скажи, я не буду от тебя отдаляться. Я выбираю проявлять тебе только самые добрые чувства. И почувствую, кто это. Ну, скажи, я хозяин своих образов. И я разрешаю себе почувствовать, увидеть, кто это, что это. Разрешаю этому образу проявиться. Что за игрушка такая-то, что ли? Что за игрушка? Как она выглядит? Клоун маленький. Угу. Так, вот этот клоун. Он твой? Или это чью-то чужую? Мой. Угу. Очень хорошо. А ты можешь его погладить? Руку протянуть и погладить. Сказать, я знаю, что ты хороший. Я разрешаю тебе быть. Я разрешаю тебе занимать свое место. Я разрешаю тебе жить. И что с ним произойдет? Как-то этот образ как-то ускользает. Я не могу просто на него смотреть, как будто не убегает от поля зрения уходить пытается. Ну, скажи ему, что я не буду от тебя убегать, я не буду от тебя ускользать. Я выбираю говорить с тобой открыто и свободно. Я выбираю проявлять тебе только самые добрые чувства. Не буду от тебя скрываться. Угу. Он лежит на месте. Угу. Ну, скажи, что я. Шарик разоснул. То есть, превратился в шарик? Да. Работился шарик? Угу. Разоснулся. Очень хорошо. Ну, оооо. Я сделал шарик. Расскажи вот это может нацветному шарику, и я разрешаю тебе проявить себя. Что с ним произойдет? Я знаю, что ты хороший. Я выбираю проявлять тебе только самые добрые чувства. Исчез какой-то. Исчез. Так, что вместо него? С фоном. Какое-то... Какое-то пространство. Все это как-то происходило в каком-то пространстве. Не комната, а какое-то пространство коричневого цвета. Он с ним слился как-то. Я не вижу. Исчез. Ну, опять скажи ему, я не буду от тебя прятаться. Я восхищен, как ты замечательно прячешься. Как ты замечательно маскируешься. Выходи, мы дадим тебе медаль. За твое умение прятаться, скрываться. Я не буду тебя ругать, я не буду тебя осуждать. И вообще, разрешаю тебе делать все, что ты захочешь. И ты классно прячешься. И я решил тебя наградить за это. Медалью. Может быть, дам сладкий подарок тебе. Не верю. Скажи, да я выбираю проявлять тебе только самые добрые чувства. Я не буду от тебя прятаться. Я не буду от тебя скрываться. Я выбираю выйти к тебе открыто и смело. Что-то это идет. Ну, как-то. Я понимаю, что это дьяволы маленькие. Но боюсь уходить. Он боится. Ну, скажи ему, я буду тебя любить. Я буду тебя защищать. Я знаю, что это ты. Это я. А я — это ты. И теперь мы всегда будем вместе. Я так долго тебя искал. Ты так искусно прятался. Ты так искусно прятался. Я не чувствую его. Я не чувствую его... Я не чувствую рядом пространство Перетрансформирование Так, а что сейчас там происходит в этом пространстве? Как-то там спокойно что-ли Ну, разрешите... Разрешите этому пространству проявить себя Разрешите ему показать того, кого он скрывает Я не буду от тебя ничего скрывать Я не буду от тебя ничего таить Я разрешаю тебе проявиться Я не буду от тебя Я не буду от тебя Я не буду от тебя Что там появляется? Как-то, ничего не происходит Ну, как-то исчезло а вы можете вернуться вот кто кто к тому образу который был у вас вот в том пространстве где вы чувствовали что там есть мальчик такой же как вы тоже к ну что это твой мальчик вот просто закрой глаза и в те же ощущения вернись вот мальчик то проявился нет куда он там исчез из того пространства почувствуем да ему любовь свою скажите так долго тебя искал не без тебя так плохо потом больше лично скажи вот мы вместе с тобой можем достигнуть огромных результатов я буду тебя защищать я буду тебе любить никогда тебя не брошу никогда от тебя не откажусь никому тебе не отдам мы всегда будем вместе при этом я никогда не буду тебя жалеть потому что жалеет всякую жалкую немощь а ты вон какой крепкий умный мальчик я выбираю я выбираю гордиться тобой щас как он все чувствует сейчас как он все чувствует сейчас 6-7 лет, замечательно. Посмотри и почувствуй, какая там была ситуация в 6-7 лет, когда вот этот мальчик отделился от тебя и начал прятаться. Что там произошло? Вдох. 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 Как-то вот приходит то, что на балкон боялся выходить. Не то, что боялся, на руках. Нет, кто-то держал. На балкон нервнись. Я испугался. А кто вот это был? Можешь увидеть. Можешь почувствовать. Женщина. Ну вот, верни весь вред, который она тебе причинила в той ситуации. Все, что возникло негативно, все, что она тебе вот сделала в той ситуации. Верни все до последней капельки. Скажи, я выбираю вернуть это тебе, это все твое. Своё ничего не отдаю, чужого не беру. Поэтому все, что это твое, забирай себе. А мне верни только то, что принадлежит мне. Вот от лица того мальчика, забери у нее все, свое, и отдай ей весь тот вред, который она причинила тебе в той ситуации. Теперь на балкон меня не вынесли. А посмотри, что у нее там твоего осталось. Ты что-то у нее уже забрал или нет? Ну скажи, я выбираю вернуть себе... Скажи, я выбираю вернуть себе... Вот что-то ты у меня взяла, я выбираю это вернуть себе. И посмотри, что она тебе возвращает. В каком виде. Что она у тебя там делала в той ситуации? Все мое ко мне, все чужое от меня. Своё ничего не отдаю, чужое ничего не беру. Ну скажи, если ты что-то прячешь, я выбираю. Страх я, наверное, себе забрал. Теперь... Теперь... Теперь отдал страх. Она забрала. Она забрала. Вот она забрала, а что-то она должна вернуть. Может быть, это что-то маленькое. Может быть, это в виде какой-то энергии. Может быть, это в виде какой-то вещи. Какая-то... Какая-то энергия. Что-то такое было. В любом виде. Это может быть в виде мысленного звука, мысленного света. В любом виде. Может быть, это какая-то вещь. Какой-то образ. Почувствую это, что она тебе отдаёт. Что за энергия такая. До чего она тебе нужна. Что-то золотистый поток энергии, что-то. Отлично. Что-то такое. Отлично. Для чего этот золотистый поток тебе? Что он для тебя значит? Почувствуй. Для чего он тебе... Добро какое-то. Очень хорошо. Добро какое-то. Добро очень хорошо. Куда он тебе приходит, этот поток? Вот. Так, отлично. Ну, разреши вот этой вот золотистой энергии твоей протекать свободно через все клеточки твоего тела. Свободно втекать в тебя. Свободно вытекать. Добро проявляться в тебе, через тебя, в мир. На благо себя. Всего своего рода. И всего мира. Добро это очень хорошо. И энергия должна свободно через тебя протекать. Свободно в тебя втекать, вытекать. Энергию запирать не надо. Пусть она в тебя втекает, вытекает. Так, как тебе это будет нужно в любой момент времени. В любом виде. Так, женщина. Еще есть это? Или уже ушла? Стоит в дверях. Угу, с балконом. Ну, спроси ее. Все ли ты мне отдала? Все ли я тебе верну? Может быть, у тебя еще что-то есть мое? Что-то какой-то негатив я ей отдаю. Какая-то черная энергия, что ли. Угу. Вот эта энергия. Вот, забирай ее. Ну, все до последней капли. Ты забирай. Ну, скажи, если тебе кто-то это дал, то ты можешь отдать это хозяину. Ну, мне вот это уже не надо. Это уже сыграло свою роль в моей жизни. Ты можешь это забрать себе, или... Если это даже не твое, кто-то тебе дал, можешь это вернуть. Хозяин. Так, кинул. Так, что там остается? У нее что-то твоего? Нет, часть не берет. Ага. Ну, скажи, мне тут уже не нужно, так что можешь забирать. Если это не твое, отдай это тому, кому это принадлежит. Да, забрала. Все без значения. Угу. А у нее все там? Ты забрал свое? Ну, отлично. Ну, все, пусть она идет на все четыре стороны. Скажи, я пошел своим путем, у тебя свой путь. Да, ушла. Отлично. Как там мальчик, чувствую себя после этого? Как бы спокойно и не. Угу. Очень хорошо. Ну, скажи, я теперь тебя всегда буду защищать. Всегда будем вместе. Я буду тебе и мамой. Я буду тебе и папой. Никогда я тебя не брошу. Никому тебя не отдам. Тебе вместе со мной теперь нечего бояться. Угу. Что-то мешает. Что ему мешает? Как-то я его постоянно из поля зрения теряю, что что-то вот мешает. Что-то темное, не знаю. А вот, ты этому темному скажи, а я не буду тебе мешать. Темнота какая-то. Я не буду тебя скрывать. Буду тебя затемнять. Спроси, а ты темнота, ты чья? Ты зачем здесь? Чужая. А пусть проявится тот, кому она принадлежит. Вот эта темнота. Маме, папе. Ну, пусть мама, папа. Скажи, мама, папа, я вас очень люблю и уважаю. Я очень ценю все, что вы для меня сделали. Самое главное, что вы дали мне жизнь. Я бесконечно благодарен вам за это. Ну, поскольку вот эта темнота, вот эта ваша, я выбираю вернуть ее вам обратно. Возвращаю ее вам с благодарностью. Мне она больше не нужна. И можете ее забрать. Каждый свое. А мне верните то, что принадлежит мне. Свою не отдаю, чужого не беру. И посмотрите, что будет происходить. Что они там возвращают? Что они забирают? Как-то не забирают. Я пытаюсь отдать, но я по надению и власть. Ну, ты скажи, ну, это же ваша темнота, поэтому... Ну, ее забирайте, она мне мешает. Да, жить. Я выбираю вернуть ее вам. Прямо здесь и сейчас. Ну, а что мама с папой вам влезли? С ним просто шла. Угу. Они-то что-то возвращают. Что они вернули? Посмотри, что у них твоего. Ну, ты им скажи, если вот эту темноту вам кто-то навязал, то вы можете вернуть это тому, кто вам это дал. Нет, они тоже как бы не властны. Не могут управлять. Ну, просто здесь. Ну, ты им скажи, я разрешаю вам быть веселыми и радостными. Я разрешаю вам светить, освещать эту темноту. Я разрешаю вам радоваться жизнью. Они как-то светятся. Угу. Угу. Ну, скажи, я разрешаю вам развеять всю темноту. Уграю вам рамки. Я разрешаю вам поднять ей. Угу. Продолжение следует... 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 Доверяю. Отлично. Ну, только скажите, чтобы мы всегда были вместе, чтобы я лучше мог тебя поддерживать, лучше мог тебя любить и защищать, я приглашаю тебя занять достойное место в моем деле. И куда он разместится? Ну, и скажите ему, я разрешаю тебе распространиться по всем клеточкам моего тела, потому что ты это я, я это ты. И разрешите ему проявляться, разреши ему проявляться через тебя, в тебе. Ну, почувствую, как он распространяется от макушки до кончиков пальцев, рук и ног. Как ты чувствуешь? Спокойно. Отлично. Как там мальчику, этому ничего не мешает в теле. Что-то из образов там еще осталось перед тобой, может быть, какой-то шарик там. Какой человек, никто, никого не видишь. Что там в груди, на плечах, ничего не мешает, ничего не давит. Все ли хорошо? Свободнее стало. Отлично. Он не давит. Свободно. Камни нет. Очень хорошо. Нравится такое состояние? Да. Ну, а теперь посмотри вот в эту ситуацию, когда вот изначально, да, как с чего мы начали. Когда возникал страх того, что когда начинаешь что-то делать, что сделать что-то не так, что кто-то тебя осудит. Почувствуй, как вот ты из этого состояния, вот, к этому относишься. Присутствует еще этот страх или нет? Не, не чувствую. Замечательно. Руку на грудь, тогда на голое тело, под рубаху, и почувствуй так через руку, насколько бы ты хотел это состояние закрепить. Ну, может быть, лет, может быть, там, на всю эту земную жизнь. Еще как-нибудь. Наверное, что приходит. На десять лет. Ну, отлично. И тогда повторяем за мной. А, ну, во-первых, почувствуй еще через руку, вот, как ты теперь называешься вот в таком состоянии. «Суслович» Кто-то теперь, как это называется? Вот это состояние, конечно. А, ресурсный. Ну, еще... Ну, могу не много. Ресурсный, еще какой? «U Park Gesal» Управляемый. Управляемый. Пробуло? Много. Так. Еще что-то. Какие еще навыки, умения есть у этого ресурсного человека? Могу управлять собой. Угу. Другие. Отлично. Так, еще что-то. Жизнь радостная что ли? Отлично. Какая жизнь радостная. Более радостная. Угу. Так, еще что-то приходит. Как к себе относишься сейчас? Угу. Даже не знаю что сказать. Жизнь радостная. Пробоверяяяю с собой. Как вы же что-то только застал, но и приスкидывал. Понимаете? Е-м шутки? С терпеньем. С пониманием. Все еще нет. Одневнадцать. Ну и давай закрепим это состояние. Вот этого ресурсного человека, опять же руку на грудь и повторяй за мной. Я выбираю закрепить это состояние человека ресурсного, который управляет, может многое, управляет собой, другими. Жизнь радостный, более радостный. К себе относятся с любовью, с терпением, с пониманием. Вот с этого самого момента и на 10 лет вперед. С возможностью провангации этого состояния, трансформации его, улучшения, так как мне это будет необходимо. И направляем поток благодарности через руку себе, любимому, своему телу, своему уникальному бессознательному, всем своим частям личности, всем тем энергиям, которые мы сегодня вернули, тому мальчику, которого мы вернули, всему своему роду, ангелу-хранителю, если веришь, богу-создателю, всему миру, всей вселенной, которая внутри тебя, которая вокруг тебя, искажения. Я благодарю вас за эту новую трансформацию и выбираю жить, исходя из этой новой трансформации, потому что она для меня очень важна. И можно сделать глубокий вдох, медленный протяжный выдох, позволь всем изменениям распространиться по всем клеточкам твоего тела. Можешь вернуться в прекрасном самочувствии, в хорошем настроении. А теперь вот скажи, где вот этот ресурсный у тебя сидит? Который жизнерадостный, который себя любит, вот этот человек, где он у тебя сидит в теле? Ну, как-то везде. Везде, очень хорошо. Вот ты вот в связи вот с этим состоянием, может быть, чувствуешь какой-то новый запах, или, может, какие-то звуки у тебя там, потому что он там поет что-то, нет? Почувствуй, послушай себя. Ну, что-то какие-то особенности. Нет, спокойствие. Чувствую, что спокойно не стало. Ну, вот запомни это спокойствие. Одевая его на себя почаще. В день, да? И, чтобы закрепить лучше это состояние, как минимум 30 минут в день, в трансе, да, надо его закреплять. Ну, ставить цель на трансу, закрепление вот этого состояния ресурсного человека, который управляет, может, многое, управляет собой, то гений жизнерадостный, более радостный к себе, относится с любовью, с терпением, с пониманием. Ну, и космические проверки не заставят себя ждать, да? Что это такое? То есть будут возникать аналогичные ситуации, надо просто вспомнить свое вот это новое состояние и начинать действовать уже исходя из этого состояния. Соответственно, несколько раз, там, два-три раза у вас такое пройдет, и потом вы начнете просто автоматически действовать, исходя из этого нового своего состояния. Ну, главное, осознать ситуацию, да, и поступить по-новому, исходя из этой ситуации, исходя из своего вот этого нового состояния. Я поздравляю вас, поздравляю тебя, Виталий, с новой трансформацией. Спасибо. Вот. Ну, и мы продолжаем, да?